Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и сами я, Артур Идиатулли. После двух дней сильной распродажи евро итальянских облигаций в знак неодобрения безрассудности итальянского правительства в плане формирования фискальных целей, последние в конечном итоге опомнились. Как и предполагалось, итальянские популисты пошли на уступки и объявили, что готовы в перспективе снизить бюджетный дефицит до 2%. В 2019 году фискальной целью значится уровень 2,2%, в 2020 году он должен спуститься до 2%. Далеко не самый лучший компромисс, который ожидала получить еврокомиссия, но это стало удовлетворительным аргументом для евроскептиков, чтобы сделать паузу давлений на евро. Вчера евродоллар провел технический отказ уровня 1,15, то есть удержав эту поддержку, а в среду вот рано утром он подскочил до уровня 1,15,90 как раз на итальянских новостях. Специфические продажи евро на конкретном политическом риске вероятно предполагают такое же бурное восстановление, когда заряд от этого катализатора сменит знак. Но это не значит, что нужно сразу ожидать глобальный разворот, устойчивость текущего отката евро-доллара, который уже вот даже сейчас немного подвергается сомнению, зависит от того, что ответит еврокомиссия на предложение правительства Италии. Естественно, ожидать, что еврокомиссия сразу согласится на новый план, на новые фискальные цели, довольно-таки неразумно. Скорее всего, переговоры продолжатся, и они придут к какому-то более низкому значению бюджетного дефицита. Напомню, что согласно бюджетным директивам ЕС, структурный дефицит членов может достигать 3%, при условии, что страна накопила небольшой государственный долг, около 60% от ВВП. Понятно, что Италия несколько зашла за черту с государственным долгом на уровне 130% ВВП, и еще собирается поддерживать такой высокий уровень бюджетного дефицита. Проблему также усугубляет тот факт, что итальянский долг лишается своего главного покупателя, то есть ЕЦБ. Регулятор, как уже сказал Драги, ожидает завершить программу скупки активов к концу 2018 года. Остальные инвесторы, естественно, будут требовать более высокую премию за риск, так как итальянское правительство, поддерживая высокие темпы займов, соответственно, будет поставлять на рынок увеличенное количество облигаций, поэтому в перспективе стоимость обслуживания долга значительно возрастет и глубина проблем может стать сравнима с греческой. Как и в случае с Грецией, ЕС, вероятно, придется пойти на уступки, но лучше сделать это сейчас, когда цена на эти уступки еще не так высока. Из вчерашнего выступления главы ФРС Джереми Пауэлла в Бостоне можно выделить несколько моментов, которые мне показались интересными. Во-первых, он отметил, что экономика сейчас отличается впечатляюще позитивным прогнозом подъема. Любопытным стало его заявление, что ФРС пока не видит признаков инфляционного давления в данных конкретных за тарифов. Немного беспокойства вызвало его формулировку о том, что фискальная политика правительства не отличается устойчивостью. Естественно, речь шла о финансировании налоговой реформы, о высоких темпах займа со стороны правительства. Также, по мнению Пауэлла, экономика сейчас находится в исторически редком положении, когда длительное нахождение безработицы на рекордно низком уровне и давление, инфляционное давление в зарплатах не передается в потребительскую инфляцию, соответственно, не формируются высокие инфляционные ожидания, которые вот при прошлых экспансиях в американской экономике, они обычно именно рост инфляционных ожиданий заставляют экономику сходить с рельс. ФРС также осознает, что инфляция может отомстить, появляясь постепенно, поэтому регулятор на сторожей готов к соответствующим мерам. Процентная ставка по мнению Пауэлла останется основным монетарным инструментом для регулирования роста в экономике. Главный вывод из этого выступления – ФРС пока не видит значимых рисков, которые могут потенциально изменить монетарный курс. Так как темп повышения ставок озвученный ФРС уже заложен в долларе, а перспективы для его укрепления небольшие. Поэтому на фоне такой позиции я бы рассматривал для покупок валюты развивающихся рынков, в частности, пару долларов-рубль, естественно, глядываясь на то, как развивается тема с санкциями. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok